Почему именно с Америки? Битый, утопленный, разбитый, сожженный Вот посмотри какая она внутри, это вообще Это самая большая страшинка, как в других в Америке машин нету Тысяча долларов за вот эту машину Кроме этого, никаких других повреждений нет Мыть, 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 мыть Если для вас это не критично Это золотой вариант Лично я бы только такое рассматривал Ребят, всем привет Как вы поняли из названия, в этом ролике я расскажу Все о американских авто Очень много вопросов приходит в комментарии После того, как я появляюсь в роликах На том или ином автомобиле из Америки Спрашивают, как ездить на автомобиле из Америки Как привезти И очень-очень много-много вопросов Решил рассказать все, что я знаю Все те, у кого есть паранойя по поводу рекламы В моих роликах, могут смело пропускать этот ролик Потому что в любом случае это будет расследоваться Как реклама Я же попытаюсь вам донести ту информацию, которую владею я И за которую я могу Рассказать на конкретном опыте Значит, почему именно с Америки? Почему сейчас повально? Все начали возить автомобили из Америки Сейчас можно увидеть кучу рекламы везде В инстаграме, в фейсбуке, в ютубе Везде все рекомендуют везти машины из Америки Почему именно с Америки? Все очень просто Американский рынок один из самых больших в мире Цены автомобилей из Америки Которые бытуют на территории Украины По поводу того, что с Америки привозят исключительно хлам Который был битый, утопленный, разбитый, сожженный Да, это так В Америке можно купить огромное количество автомобилей Которые побывали в каких-то стихийных бедствиях Которые были затоплены, перевернуты, сожжены Но существует также много классных вариантов Которые можно выбрать На американских аукционах Это автомобили с небольшими повреждениями Которые, в принципе, люди и привозят Почему с небольшими повреждениями? Потому что, еще раз я повторюсь Цена на подобные автомобили в Америке Очень сильно падает Если машина побывала в ДТП В Америке существует очень строгий учет Где ведется вся история автомобиля Существуют такие сайты, как Carfax, допустим На которых вы можете по ВИН-коду посмотреть всю историю автомобиля И узнать, был ли он до этого в ДТП Не был, в каком, что чинили Сколько было владельцев, прочее, прочее, прочее То есть история имеется И очень трудно с такой историей машину продать Как не битую в самой Америке Поэтому аукционы просто это выставляют на продажу И это могут раскупать все, кто угодно В том числе и мы И привозить их на Украину Чинить и дальше их юз Что касается автомобилей утопленников Это самая большая страшинка Которая пугает, в принципе, все знакомые и друзья Когда ты говоришь Хочу купить машину с Америки А, утопленников, все, и все На этом прям ставят крест Как будто других в Америке машин нет Утопленники тоже бывают разные Значит, существует огромное количество На сайте машин, которые были повреждены Вследствие тех или иных стихийных бедствий Либо еще каких-то вещей, которые связаны с водой Как правило, есть фотографии этих машин С такой черточкой ватерлинией Где вы видите По какой предел машина была затоплена И вы можете на фотографии оценить Насколько те или иные повреждения Критичны для автомобиля Что в ней было затоплено Допустим, если вы видите, что она была по руль затоплена Соответственно, вся электроника испортилась Если там, допустим, был затоплен двигатель Или что-то, либо еще То есть все это, в принципе, можно оценить по фотографии В большинстве случаев Да, не всегда Да, зачастую по фотографии не совсем все понятно Но люди заказывают, привозят Я встречал немало автомобилей Которые были затоплены незначительно И были куплены за копейки Если же вы боитесь стать владельцем подобного автомобиля Не заказывайте утопленные машины Опять же, на этих сайтах На которых эти машины продаются, выставляются В обязательном порядке указано Какие повреждения были в автомобиле Будь то фронтальное повреждение, боковое Была она утоплена, либо побитая градом Кстати, о машинах, побитых градом Это отдельная история Лично я считаю, что это самый оптимальный вариант Для заказа подобного автомобиля из Америки Потому что повреждения града, они, как правило, незначительные Вы по фотографии можете видеть, что машина в таких сяточках Многие говорят, что эти сяточки можно вытянуть И машина будет практически как новая Я встречал огромное количество машин, которые были побиты градом Непосредственно возле двери автосалона На улице были выставлены, прошел град Машины абсолютно не пострадали внутри никаким образом Да, есть отметины у них на кузове Есть мятки, мятины небольшие Иногда разбиваются даже стекла задние Допустим, стекло бывает разбито Потому что град довольно сильно в Америке проходит Но, кроме этого, никаких других повреждений нет Новая машина абсолютно без пробега На спидометре 5, 7, 10, 15 миль Покупайте новый автомобиль по значительно сниженной цене Привозите его сюда Ставите стекло, сертифицируйте Машина как новая, получаете удовольствие Никаких разочарований, кроме небольших Каких-то вмятин на крыше Либо на багажнике не испытывайте Если для вас это не критично, это золотой вариант Лично я бы только такое рассматривал Что еще везут по Украине? Давайте посмотрим Для тех ребят, которые не любят подобные вещи Типа BMW, Mercedes Вот есть такого рода машины Вот это Kia, спектра называется, тачка Я посмотрел только что на ее цену Машина 2007 года Машина стоит порядка 800 долларов 800-1000 долларов 1000 долларов за вот эту машину Она абсолютно не тухнутая Нет, в самом деле крыло тоже вот это красили Но она целенькая Ну блин, 800 баксов стоит машина 800 долларов 2007 года стоит машина Сейчас посмотрим, как работает машинка за 800 баксов Салон вы можете реально сами видеть Конечно, салон засранный, я не знаю Мне надо мыть, мыть, мыть и мыть Но! Заводится с полтычка Тачка бомба Даже коробку не бьет У меня и по блоку Вот какая-то зверюга вообще редкая Я даже не знаю, что такое Хрен во-первых Это ерунда Ну вот это очень удобно тоже Значит, что касается самостоятельного выбора автомобиля из Америки Сделать самостоятельно это нереально Кто бы вам что ни говорил, проверить автомобиль на аукционе практически невозможно Рассмотрим просто идеальный вариант, что вы нашли какой-то аукцион В каком-то штате, где недалеко от этого штата Либо в этом штате проживает какой-нибудь ваш знакомый Который располагает огромным количеством свободного времени Может перемещаться по Америке по вашим делам, по вашей просьбе Приехать на этот аукцион Опять же, существует масса проблем и вопросов Как он попадет на этот аукцион Потому что, абы кто туда попасть не может Как правило, туда попадают только дилеры То есть, это надо иметь специальный пропуск И бла-бла-бла-бла-бла Рассмотрим вариант, что у вас есть знакомый У которого есть пропуск Который, в принципе, вхож на подобные аукционы Который может туда попасть Все совпало Он пришел на аукцион И теоретически он, да, может посмотреть автомобиль Который вам понравился Может сделать дополнительные фотографии Но на этом все Он не сможет этот автомобиль абсолютно никаким образом проверить Не сможет его поднять Посмотреть повреждения и прочее-прочее Все только визуально, все будет ограничиваться только его возможностью Заглянуть под автомобиль Либо открыть, попробовать завести На этом все Поэтому, если вам кто-то говорит Что он может вам предоставить полную проверку автомобиля на аукционе Что он ручается за то, что автомобиль будет поврежден Не более, чем вы видите на фотографиях Что все это проверят и бла-бла-бла-бла-бла Не верьте никому, потому что сделать это невозможно Никто этот автомобиль не проверит Это фактически на территории Америки невозможно Пока вы не купите автомобиль, не вывезете его за пределы аукциона За ворота Этот автомобиль не принадлежит вам И сделать вы с ним ничего не можете Поэтому, как здесь, так и там По большому счету вы покупаете кота в мешке по фотографии Значит, какие автомобили можно привозить для импорта в Украину по льготному тарифу? Если мы говорим о бензиновых автомобилях Это автомобили до 3 литров Если мы говорим о дизельных Это до 2,5 литров Машина должна быть обязательно евро 5 Либо не старше 5 лет Это важно помнить, понимать Что касается дизельных автомобилей из Америки Их там не так много, как можно подумать Несмотря на то, что прошло в СМИ очень много информации О том, что там был дизельный скандал Связанный с Вольцвагеном Найти в Америке дизельный автомобиль Это непросто Потому что американцы в основном предпочитают бензиновые автомобили Бензин у них стоит совсем недорого И в основном вся большая часть импорта Которая приходит в Украину Она вся бензиновая Как я уже говорил Существует льгота По которой вы можете привезти автомобили Которые соответствуют тем характеристикам Которым я назвал Но надо помнить, что льгота эта существует Лишь до конца 2018 года Надо учитывать, что автомобили из Америки Плывут порядка 2-3 месяцев И все те, кто вам говорят Что они привезут вам машину за месяц Или быстрее Это фактически нереально Самый оптимальный срок доставки автомобиля из Америки Это 2,5-3 месяца Быстрее вам никто его не привезет Быстрее только через Европу Но это будет и дороже И немножечко проблематичнее Значит, если вы решите заказывать автомобиль Надо помнить, что льгота заканчивается в конце 2018 года Если ваш автомобиль Преплывет после 2018 То есть большая вероятность того, что льгота не будет продлена Указом президента И наступит 2019 год И вам придется растамаживать ваш автомобиль По полному кругу Значит, для того, чтобы просчитать Сколько будет стоить ваш автомобиль Для этого ниже по ссылочке Я оставлю ссылку на калькулятор Вбивайте все исходные данные Получайте результат Растаможки вашего автомобиля С учетом льготы на 2018 год Но еще раз напоминаю Помните о сроках этой льготы Можете не успеть Таким образом, получается Что дедлайн для заказа автомобиля Это примерно сентябрь-октябрь текущего года После этого льгота может быть не продлена И случится то, что я говорил Также хочу сказать буквально пару слов Про электромобили Кто интересуется Электромобили тоже в основном везут с Америки С чем это связано? Связано это с тем, что в Америке существует дотация Существовала, не знаю, как сейчас Дотация и возврат определенного количества денег За покупку и пользование электромобилем Многие этим воспользовались Цена на электромобиль значительно ниже в Америке Нежели в Европе Там, где нету этой дотации Автомобили сейчас на Украину Можно возить абсолютно без всяких проблем Учитывая, что в 2018 году действует И на них нулевая растаможка Вообще ничего не надо платить за электромобиль Инфраструктура, слава богу, в Украине довольно развита Поэтому тоже можно везти не бояться Я даже думаю, что нет смысла выбирать Какой-то битый электромобиль Можно привозить целые электромобили И пользоваться ими без всяких проблем Вот она Вот она машина из фильма моего детства Вот она ждет меня Я выбрал себе Ох, хоть посмотри, какая она внутри Это вообще какая красота Спортивные у нее такие эти Даже здесь вышивками сейчас покажу На солнечных козырьках Круто смотрится А, здесь же еще крыша вот эта вот отстегивается получается И здесь может быть кабриолет Давайте посмотрим, как это сверху выглядит Да, прикольно Вот эта фигня, она отстегивается Блин, я не помню, с какого-то фильма С муки и бандит С какого-то фильма Я помню, такая машина была Крутая Классный тормед Ну, на такой можно нормально летать Ох, вот эта вещь Лифы, кстати, традиционно, которые едут к нам, они все не биты Вот, например, в этом лифе забыли закрыть окно Ха-ха Забыли закрыть окно И будет сюда заливаться вода И кто-то своими грязными руками замацан все сиденья Которые придется потом чистить нашим украинским автомойком Здесь вообще, конечно, можно усесться очень удобно Здесь ключа, по-моему, нету Можно попробовать завести Но ничего не получится, потому что нету ключа Ключ беспроводной А дверцы были закрыты Сервисная книжка, все дела Все вас ждет Все здесь лежит Что тут еще есть? Подогрев сиденья, так удобно включаются Здесь прикольно Прямо на этой спинке Это, видимо, для задних пассажиров Да, для передней хода это для задних Блин, ну как вот это все замацанно Это все надо очищать Все надо чистить Стекло есть, просто его забыли тупо закрыть Крыша! Крыша! Это функция, мафия! Вот какая красотка Вот такую машину надо брать Это брать не будем Даже крышу не смог я открыть Идемте дальше поищем Теперь, как можно сэкономить на доставке этого автомобиля В контейнер влазит обычно 4 автомобиля Если мы говорим о стандартных автомобилях Обычных седанах Если мы говорим о каких-то крупных автомобилях Типа Toyota, Tundra и прочего Их влазит 3-2, в зависимости от того, что едет еще В этом контейнере В контейнере автомобили подвешиваются То есть две машины идут вторым рядом Две машины стоят на полу контейнера Поэтому, если вы хотите сэкономить Кооперируйтесь с друзьями Один, два, три человека При заказе двух-трех машин, как правило, многие продавцы делают скидку И доставка автомобиля выходит дешевле Средняя доставка, еще раз, как я говорил Два с половиной, три месяца Бывают случаи, что это происходит чуть быстрее Бывают случаи, что происходит чуть медленнее Что еще, ребята, важно знать при выборе автомобиля США Надо понимать, что Америка очень большая Если вы выбираете какой-то автомобиль В каком-то далеком штате от морских путей сообщения Это будет стоить дополнительных денег Для того, чтобы ваш автомобиль с аукциона Забрать и доставить до Шиппинг-компании, которая будет ваш автомобиль Грузить в контейнер Поэтому надо помнить, что основная часть контейнеров Идет с Нью-Йорка Также ниже в калькуляторе вы можете посмотреть цены На то, сколько будет стоить доставка автомобиля С конкретного аукциона до Нью-Джерси, если мы говорим о погрузке И отправке с Нью-Йорка Чем ближе ваш аукцион будет находиться К порту, тем дешевле будет перемещение И доставка вашего автомобиля по Америке После этого ваш автомобиль загружают в контейнер Как я уже говорил, отправляют его в Одессу Что происходит в Одессе, вы можете посмотреть В тематическом ролике по растаможке автомобиля В Одессе То есть все эти кругиады вас тоже ожидают Так как для того, чтобы получить льготу Автомобиль должен приехать на физическое лицо И в большинстве случаев вам надо давать доверенность На предоставление своих интересов Чтобы ваш автомобиль могли забрать Либо же лично присутствовать в Одессе Что из этого может выйти, опять же, можете посмотреть в ролике Вот еще одно чудо Я надеюсь, не запорожского производства Машина Вот цена на эту машину, чтобы вы понимали 1100 долларов 1100 долларов вы отъезжаете Вы на Chevrolet на коробке автомата Вот, кстати, не ручка За 1100 долларов, кстати, очень чистит Сейчас помогу завести Я думаю, не окей Пользоваться для этих машин Знает, кто тоже за собой этот двигатель Правильно Да, машину можно реально забирать за 1100 баксов За 1100 баксов Сейчас я вам покажу, что они будут Вот такие машины, на самом деле, очень интересно вести Ее вообще не надо растамаживать Ничего не надо на нее Можно ездить на америкосовских номерах прямо Без всяких проблем Это, кстати, проданная версия Проданная, но Подобные машины здесь можно найти Они тут есть И купить такую тачку за 1100 баксов вполне реально Вот так это чудо выглядит Ржавеет она, между прочим, здесь ровно так же, как и у нас на Украине Ну, все более-менее понятно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Опережаю большое количество вопросов Также вам скажу, что на американских автомобилях Также можно ездить, как и на польских, литовских Болгарских автомобилей без растаможки Тоже можно при желании привезти автомобиль из Америки Ездить на американских номерах Они точно так же подпадают под временный ввоз И все можно делать точно так же Но в этом нет никакого смысла Потому что дешевые автомобили За 2-3 тысячи, такие, как покупают в Европе Вести смысла с Америки нету Потому что вы заплатите еще тысячу, а то и полторы За перевозку этого автомобиля сюда В итоге это просто нецелесообразно Дешевле купить это в Польше или еще где-то Но при желании, да, это можно сделать Поэтому не надо задавать этот вопрос На него я ответил Теперь, где же заказать автомобиль? Через какую фирму? Как выбрать правильно фирму? Кому довериться? Ребят, существует очень много компаний Которые обещают вам и привезут автомобиль без всяких проблем На самом деле на рынке Украины сейчас есть чего выбрать Могу рассказать лишь о моем опыте привоза автомобилей из США Я лично был в Америке Показывал, как я выбрал машину Как я ее привез Сколько это стоило Как я ее растамаживал Всю историю этой машины Вы можете найти на моем YouTube-канале Значит, расскажу вам лишь о том Что компания Auto Enterprise Предоставляет единственные в Украине услуги И 100% оплаты автомобиля привозки из США Что очень хорошо для конечного потребителя-покупателя Объясню, что это такое Не найдете вы в Украине ни одного, пожалуй, продавца Который вам прогарантирует финальную сумму по привозу авто из США О чем это говорит? Придя в тот или иной салон, к знакомому, в подвал кому-то К Васе, к Пете, к дяди Саше, который привозит машины Никто никогда не назовет вам конечную сумму привоза авто из США Почему? С чем это связано? Очень слишком много этапов, которые имеют переменную константу Будь то цена перевозки автомобиля по США Которая может варьироваться в зависимости от погодных условий От каких-то климатических вещей От каких-либо отдаленностей до того места, откуда машину надо забрать В то место, в которое надо ее привезти Опять же, погрузка автомобиля, отправка его в Одессу Значит, это связано с тем, что очень трудно высчитать конечную сумму Это может быть связано с тем, что цена по Америке может варьироваться В зависимости от того или иного региона Что нет в том или ином регионе автомобиля, который вовремя заберет вашу машину Простое на аукционе, простое на площадке, где будут машины погружать Простое при прибытии в Одессу И еще очень-очень-очень много факторов, которые включают в себя в том числе и реалии нашей Украины Это взятки на таможне в Одессе Кто-то договорится так, кто-то так Поэтому финальную сумму, как правило, вам никто не говорит Ее просто не могут знать Она высчитывается в конце Прибавляется свой плюс, который лепит тот или иной продавец И машина продается Компания Автоинтерпрайз представляет совсем другие условия Есть калькулятор, где есть финальная цена Вы можете знать уже сейчас То есть вы вбиваете исходные данные Литраж своего автомобиля, год, место, откуда в Америке вы хотите купить его И в конце вы видите два варианта оплаты Либо же поэтапная, либо же стопроцентная Значит при поэтапной оплате комиссия чуть больше При стопроцентной она чуть меньше При стопроцентной оплате вы себя полностью обезопасите от того Что в конце, когда машина придет Вам скажут, знаете, надо еще доплатить Здесь вот была такая ситуация Там машина простояла, не по нашей вине Таможня задержала Бла-бла-бла И в итоге вы еще добавляете 100, 200, 300, 500 Столько, сколько вам скажет продавец Поэтому я считаю, что это очень оптимальный вариант Очень хороший для конечного покупателя Им надо пользоваться, пока он есть Также хочу обратить ваше внимание Что конкретно я не занимаюсь подвором автомобилей Я их не привожу, я их не выбираю Больше, чем в этом видео Информации я вряд ли вам смогу предоставить Для этого ниже опять же ссылочка На сайт компании Автоинтерпрайз У них есть большое количество менеджеров головастых Которые ответят вам 24 часа в сутки на ваши вопросы С радостью выносите им голову Задавайте им вопросы Они будут рады вам помочь И приятных вам покупок Хорошего настроения Пишите комментарии До новых встреч, друзья Пока Пока